Для меня лично это уникальный человек. Я очень напряженно всегда к политике относилась. Вообще, политика — это игра для взрослых мужчин, так считают многие. Но когда власти стоит человек, который волей-неволей огромная, гигантская страна, такая разная, с разными национальностями и так далее, удержать это в равновесии уже сложно. То, что мы поднялись с колен с падения 90-х разрушений Советского Союза, это действительно так. То, что я также разделяю мнение и Сергея Михалкова, и Никиты Сергеевича Михалкова, и других деятелей культуры о том, что Ельцин был предателем, для меня абсолютно точно. Горбачев тоже. И когда я услышала разговор, по-моему, Хасбулатова, который сказал, а вы знаете, вот в этот момент, когда вот всё было шатко, и уже танки были, и уже всё, знаете, что Ельцин сказал мне? «Пойдём в американское посольство, отсидимся». Он не пошёл, и не пошёл потом Ельцин. Но это же о многом говорит, да? Это о многом говорит. Вот. А почему народ так за Путина? Потому что, во-первых, он не пьёт. Он ясно мыслит. У него фантастическая память. То, что он оперирует таким огромным количеством материала, вот когда готовится к открытому эфиру и так далее, и он это знает и держит в памяти. Это необычный человек, у него необычный мозг. Но, видимо, его первая профессия и позволила, так сказать, развить эти все качества. Но другое дело — команда. Команда, которая рядом.